Под звуки встречного марша знамённая группа вносит флаги и Знамя Победы. И митинг на Аллее Славы объявляется открытым. Первым с днём Великой Победы собравшихся поздравил глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Дорогие ветераны, низкий поклон каждому из вас и вашим семьям за всё, что вы делаете и сделали. Мы в огромном долгу перед вами. И только благодаря вашему мужеству и вашей отваге мы сегодня здесь, под этим небом. С праздником, дорогие друзья! С Днём Великой Победы! Участниками торжественного мероприятия стали жители, учащиеся образовательных учреждений, представители администрации, организации и служб муниципалитета, а также депутаты. С праздником! В честь наших отцов, дедов и прадедов, которые приблизили эту Великую Победу, пережили те Великие годы несчастья, но выковали Победу для нас. День Победы – один из самых значимых праздников для нашей страны. Его отмечают в каждой семье, в каждом доме и бережно хранят воспоминания о подвиге предков. В моей семье воевал дед. Он воевал на знаменитой Сапун-горе. Степанов Пётр Кузьмич. Он был ранен, он был удостоен ордена. Мы помним его. Он сегодня прошёл в электронном бессмертном полку. Так что мы детьми уже знали, что наш дед – герой. И до сих пор помним, передаём это. Наши дети знают и внуки уже знают. Многие жители пришли на Аллею Славы с портретами своих героев. Это мои бабушка с дедушкой, родители моей мамы. Они прошли всю войну. Дошли, они окончили, как встретили Победу, будет вернее, Польша. Вернулись, слава Богу, домой живые, здоровые. Особенно трогательным стало выступление десятиклассницы Ярославы Грачёвой со стихотворением о том, как подвиг защитников Родины, победивших в самой страшной войне, служит путеводной звездой для подрастающего поколения. И судьбу замешивая круто, чтобы любить, сражаться и мечтать, чем была оплачена минута. Каждая, при каждой минуте. Смеем ли мы это забывать? После минуты молчания в память о героях Великой Отечественной войны участники митинга возложили цветы к вечному огню. Наталья Буслаева, Алексей Астафоров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. А ведь это не правда.